Тысячи просьб, сотни забаненных в чате на твиче, десятки личных вопросов при встрече в реальной жизни, несколько угроз по электронной почте, и вот вы дождались. Привет, мои адекватные, немного с прибабахом, но все равно такие же замечательные, нетолерантные англофобы из гильдии детей космоса. С вами я, ваш верный ютубер, лидер и борец по кличке Сахарный Конец. Сегодня мы с вами начинаем, и надеюсь продолжим, если вы этого, конечно, захотите, разбирать... О боже мой... Разбирать Готику 3, как вы и хотели. Сама игра была создана все теми же нашими любимцами из пиранья Байт, с которым потребовалось аж 4 года на разработку. Главным приоритетом были масштабы игры. Теперь Готика это не уютный небольшой мирок, а огромный материк, поделенный аж на 3 части, с множеством поселений, квестов и рофлов. Однако, как это обычно бывает, все пошло не так, как хотелось. На момент релиза многие игроки жаловали, что Готика 3 это неиграбельный кусок немецкого штруделя с говной, который лагает, пердит, вылетает и заставляет ваш комп орать во время перезагрузок после смертей антибалансного Кузьмы. Кстати, этот ролик появился неспроста. Просто до этого у меня не было желания и сил его делать, но после того, как я употребил убер-мега-энергетический напиток Имбо Энерджи, все как пошло, все как закрутилось. Ведь только Имбо Энерджи является идеальным напитком без всяких вредных для вашего тела добавок. Просто чистейший эликсир жизни из натуральных компонентов. Мало того, он плавно бодрит, повышает концентрацию, реакцию, силу ума, заряжает вас энергией космоса и не оставляет мерзкого вяжущего послевкусия на зубах, как те же баночные аналоги. А еще, что немаловажно, это выгодно. Купил, замешал в элитном шейкере, выпил, наконец-то написал своей любимой вайфу, прогнал бухающих малолеток со двора и спокойно пошел бить юдишек во имя горки и морки. Вбивай промокод и становись героем вместе с Имбо Энерджи. Заказывай по ссылке в описании. Кстати, хоть Готика 3 на момент релиза и была явным выкидышем, фанаты серии все равно гамали и писали на форумах свои впечатления. Они буквально как ежики, которые плакали и кололись, но все равно продолжали есть кактус. Однако эти времена уже давно прошли, и игра успела заиметь кучу патчей, которые в теории должны превратить Готику 3 в игру. Теперь этот реанимированный плод фантазий немецких унтерюгентов ложится в наши грязные, измазанные в человеческих выделениях руки, которыми мы проникнем в самые незагорелые места этой игры. Ну чё, мои дорогие, вот оно и началось. Прежде чем начать саму игру, следует подметить первый, ну зачем, моментик. В игре появился выбор сложности, я это не одобряю вот совсем. Я всегда был и буду за один стандартный режим сложности, который по мнению разрабов является эталоном для какой-либо конкретной игры, как в тех же предыдущих частях. И зачем мне тут внезапно дали выбор, я не особо понимаю. Я заранее выставлю сложный, но если вдруг игра после этого потеряет свою логику, то придётся переключать на средний. Загружается игра! Несмотря на то, что игре уже лет сто, а мой комп не из слабых, это не мешает третье годике загружаться около минуты. А вот и предисловие к данной игре. Наш отряд из Горна, Диего, Касипоши, Торча и Мильтона доплыл до некого материка, где происходит самый что ни на есть трулей оркиш оккупацион экспириенс. Король Робар так и взял и повёл себя как Виртуса на нынешнем Интике, то бишь максимально селестничал и просрал все полимеры. Но в последний момент, прежде чем орки добрались до его сливочной пиписьки, он взял и надоумил магов сделать над его конспиративной дачей купол, который ничуть не хуже того, что стоял над колонией из первой части. В это же время наш отряд врывается в оккупированную деревеньку, где орки косплеят немцев во время Второй мировой. С этого и начинается игра. И честно говоря, после того, что начало происходить дальше, неопытный игрок не то что дропнет игру, а просто перестанет играть в игры в принципе. Потому что такой винегрет и звуков, анимации и всего остального просто сложно переварить, при этом не обосравшись. Во-первых, нам ни с того ни с сего начинают пихать разные окошки с туториалами, которые я неосознанно начинаю скипать. Во-вторых, во время моих тщетных попыток нанести кому-либо урон, я просто не понял, а я вообще кого-то ударил. И пока мой мозг пытался хоть что-то понять, меня ушатали и я умер. Причем ушатали, простите. Причем вы только гляньте на эту анимацию тела после смерти. Я вам специально замедлю, чтобы вы покадрово увидели, что происходит с Кассипоши, когда его убивают. Его тело буквально после удара теряет какие-либо физические свойства и превращается в полиэтиленовую оболочку, которая в полете принимает разнообразные абстрактные формы, которым позавидовали бы даже творения Лавкрафта. Это, конечно, все... Это, конечно, все смешно, но мне совсем не смешно. Здешняя боевка это просто нечто непонятное. Я не то что не получаю удовольствия от ударов по противнику, я его... Такое ощущение, будто я джедайским мечом пытаюсь нанести урон подушке, которая вбила Ноуклип. Импакта от ударов нет совсем. Мало того... Мало того, походу разрабы поставили особую защиту от сейвскамеров, так как у меня после загрузки у всех противников восстановилось здоровье до максимума, но мои союзники как были задамажены, так ими и остались. В конце концов, эти же работяги всех и победили, пока я ковырялся в инвентаре в поисках порции напитка имба-энерджи, которая поможет пережить и не такие ситуации. Отступаем! Ей, теперь эта деревенька под названием Орде освобождена, а мы наконец-то можем все залутать, включая пустые дома, где куча халявного шмота. Заодно поболтаем с нашими товарищами по оружию, которые в этой части выглядят как очень приятные с виду люди. Вот, например, Мильтон теперь похож на Гульмана, а Диего на постаревшего Билла Каулица. А Гурн как был няшной пельмешкой, так ей и остался. Но это не идет ни в какое сравнение с метаморфозами нашего главного героя. Если в предыдущих частях он был таким ламповым, немецким, косипошим, то тут он похож на буханку хлеба с усами. Пикачу эволюционирует в Райчу, а косипоша деградирует в Мякиш. Но несмотря на это, есть приятная новость. Сюда завезли на озвучку ребят из первой Готики, а значит наш главный герой наконец-то заговорит как нормальный человек, а не Петр Гланс. О чем ты говоришь? Что здесь произошло? Даже наши товарищи заговорили олдовыми голосами. Орки одержали совершенно очевидную победу над королем Робаром. Ничего не могу поделать. Я не люблю орков. Как в старые добрые времена, да? Честно, вот тут большое человеческое спасибо локализаторам. Вы клевые. Ребят рофлят, что все снова пошло по одному месту. Мы снова влипли в хорошенькую историю. И подмечают кое-что странное. Но намного больше меня интересует, куда же подевался Лестер. Ведь он хотел пойти за подкреплением. А этот травокурыш оказывается вместо того, чтобы помогать нам, сидит и жарит мясишка. Плохие новости. Нет подкрепления. Это я заметил. Что случилось? От господина Торча мы узнаем, что случился типичный косипоший момент. Корабль со всеми деньгами, шмотками, снаряжением и прочими вкусностями угнали пираты. Лысый, где наш корабль? Где бабки? Пираты. Все произошло в одно мгновение ока. После всего этого Лестер говорит, что он пошел на юг всем. Пока, до свидос, чао, какао. А игра нам на полном оптимизме заявляет, что все замечательно. Сейчас мы должны отправиться обратно к ребятам и все рассказать, но прежде обратите внимание на походку нашего главного героя. Из-за его кривых маленьких ножек он все больше напоминает Тириона Ланнистера. Ну а карлик непростой, свет водичкой золотой. Диегоч, как и все остальные наши товарищи, показывает явный пофигизм в отношении хищения нашего плавательного судна и говорит, что тут происходят траблы посерьезней. У нас вообще-то проблема. Какая проблема? Поговори с деревенским старостой. Траблы посерьезней пропажи деньги? Вау. Такие и есть. Что ты наделал? Орки могли бы оставить нас в покое. А теперь Ксардос нашлет их еще больше. От местного завхоза мы узнаем, пожалуй, самые неоднозначные вести. Орки захватили материк. Мы это не знаем. Но не сами, а с помощью старого маразматика некроманта Ксардоса, который мало того, что стал фюрером орков, но также совершил некое мощное колдунство, которое зашкварило, слэш отключило магию рун, из-за чего маги и паладины оказались полностью безоружны, так как больше фаербол ручками не пустишь, а молнии и зануса не пальнешь. Также завхозач говорит, что нам таким макаром надо идти к повстанцам, который находится в локации под названием Редек. Если мы хотим найти Ксардоса да спросить с него, что творится, то хочешь не хочешь, чапать придется. Диегоч подсказывает, что к этому месту нас может отвезти Горн, а сам же Дедок отправится в сторону пустыни, где он будет разводить бедуинов на Дунуты и строить из песка куличики. Мильтон тоже не хочет сидеть без дела и говорит, что, короче, хоть магия рун и сломана, но надежда на возрождение колдунства есть, а именно кастование через магию древних, но об этом совсем-совсем потом. В итоге мы вместе с пельмешкой чапаем в укрытие местных оппозиционеров, которые по сути являются колхозниками, питаются корешками, подтираются майкой и живут в грязных шахтах. Короче, война превратила людей в СКТЛ. Дела у этих работяг идут не очень хорошо и единственный спаситель, который может помочь им не помереть от рук орков и антисанитарии, это наш Касипоша. Заодно вся эта помощь убогим отличный способ рассказать вам об еще одном нововведении, которое по сути вообще не нововведение. У бедняги Брентона, местного дровосека, случилась типичная для ролевых игр беда. Дикие кабаны не дают нам работать. И сейчас мне надо пойти и убить парочку сородичей, ну вы поняли кого. Сразу после выполнения этого задания появляется инфа, что наша репутация в редаке повысилась. Разрабы говорят, что это нововведение, но на самом деле нет. Помните, в предыдущих частях нам говорили, что вот выполним мы несколько квестов для рандомных челиков, и нас то в старый лагерь примут, то в наемники, то в касту опущенных. Так вот, такая же концепция осталась и тут. Только после каждого задания нам показывают, что мы получили какие-то непонятные социальные очки. И если мы, допустим, соберем таких очков сто, то работяги начнут нам доверять. Вообще, если так подумать, то это звучит очень даже неплохо. Например, вы написали под роликом, что я не толстый, лайкнули ролик, перешли по ссылке в описании, употребили имбо энерджи, и бац, у вас появляется надпись, что вы получили социальные пойнты во фракции детей космоса, и теперь можете вступить в группу ВК. В принципе, неплохая система. Я тут попытался потроговаться с повстанческим трейдером, и понял ужасную вещь. Из-за войны местная валюта упала раз в десять, и теперь обычные нам вещи стоят совершенно иначе. Взять за пример цены на доспехи из старой готики. Бронька охотников на драконов, самый мощный тогда комплект, стоит в районе, так, если не дадите соврать, где-то в районе двадцати тысяч. Тут доспех паладина, да, мы можем его хоть сразу купить, стоит аж сто семьдесят тысяч. Падение валюты Ну да, падение валюты просто катастрофично. Поэтому, когда лесник за убийство кабанов дал мне тридцать монет, я понял, что он надо мной очень неприятно так порофлил. Постепенно общаемся с постанцами и узнаем о том, что происходит в мире. Например, глава редака Месьо Хавьер говорит нам интересную вещь нам нужно вооружаться готовиться к революции в кабдуне мало того что скает или так еще и коммуняки копротивленцы ясно автор тимерский капиталист на муравейник его мы можем помочь людям а можем и нет но я все равно помогаю для заработка опыта и денег патрульный джой просит меня очистить неисследованную часть пещер в которых обитают такие замечательные враги как вараны зеленые дети слюнявый таракан но идти на такой квест неподготовленным лучше не надо поэтому я сначала выпиваю порцию имба энерджи и теперь могу кстати полезные эликсиры прочие лакомства можно купить у местного бывшего мага огня себастьяна который немного не от мира сего что ах это я почетный дорог почему я провел здесь немало бессонных ночей пытаясь ответить на этот вопрос хоть алхимик у них и хороший но вот тренера по боевому ремеслу честно говоря такие себе я потратил на 1 кругленькую сумму чтобы научиться пользоваться щитом да в этой игре появились щиты и вот какое наставление он мне дал научи меня отражать удары щитом путь щита это путь солдата так что запомни никогда не держи щит и оружие в одной руке вау почему я сам до этого не додумался а еще повстанцы просят меня найти им кузнеца так как они сами сидят нищие без парков и оружие это кстати замечательный повод познакомиться поближе с местными уроками у которых как раз таки и находится в рабстве один кузнечик кто-то конечно скажет ты чё дурак это же орки они твой писюн тебе в рот засунут затем кончик достанут и стоит передоле и будут туда-сюда делать но я вам скажу не бойтесь за меня потому что хоть первых частях уроки и были агрессивно настроены но тут они стали прям цивилизованными образованными и культурными ребятами которые обратили людей в рабство и теперь просто чилят на захваченных землях попивая прокладительный буржомий и подсчитывая ирвина велша в оригинале поначалу орки хоть и относятся к нам как говну в твоих же интересах чтобы у тебя был хозяин иначе ты будешь принадлежать мне но после демонстрации наших намерений они могут поменять свое мнение и взглянуть на нас с уважением ты хорошо дрался моро сколько призовых ты хочешь получить за выигранный бой таким макаром я отбил у этого чели короба теперь ты мой что правда как ты это сделал лучше не спрашивай отправил беднягу повстанцем а сам пошел дальше заслуживать уважение у могучих уроков но вдруг мои шаблоны об этих бугаях рвутся в пух и прах когда до меня докапывается орк торговец и иди сюда мои доллары до сих пор не пришли что же вы наемники делаете целый день но замолчи я хочу чтобы ты вернул мои доллары и не дай как ты появишься тут раньше этого времени мне только что кинул предъяву орк еврей воистину необычный игровой experience я же не смею ему отказать и убиваю разбойников которые обокрали моего брата по мировоззрению за это урк раз так зовут его говорит нам всякие приятности значит так давай это сюда хорошо чего тебе еще нужно проваливай а что насчет вознаграждения вознаграждения ну ладно вот возьми золото а теперь исчезли он дал мне 150 золотых монет что в переводе на курс 2 готики равно 15 монетам спасибо тебе огромная грязный капиталюга так ребята по ходу сейчас происходит что-то не очень хорошее игра потихоньку шаг за шагом мне начинает нравится и я не знаю почему так вроде всратая боевка но она начинает мне заходить многие анимации не продуманы от слова совсем но это как будто привносит свою толику юродиво забавной дурашливости которая придает игре еще больше шарма черт вы только посмотрите освобожденная деревня зажила своей жизнью несмотря на то что я обчистил и хаты даже похлеще чем коллекторы и церковь вообще в буроство здесь достаточно приятное дело так как никто меня вообще не палит хотя после того как я добрался до капдуна в первую же очередь я обчистил спальни орков и ребята начали что-то подозревать стоять отсюда исчезли ценные вещи что-нибудь знаешь об этом нет мы за тобой следим в капдуне происходит свои рутинные вещи на орков работают люди наемники которые в принципе не против оркской оккупации так как по их словам орки не такие уж и плохие ребята и к тому же у них тут процветает средневековый военно-агрессивный либертарианский строй что соответствует современным трендам и показывает что орки мало того что культурные так еще и прогрессивные консерваторы которые не боятся нового это новое боится их если мы хотим добраться до лидера орков и стать одним из них мне надо сначала помочь людским наемникам правда эти самые задания не сказать что с шибко сложные одному надо принести несколько лечебных напитков другом украсть золотые кубки оркоторговца одному наемнику и вовсе надо принести волчьи шкуры добро пожаловать в мою лавку чужеземец я боспер я делаю луки и торгую шкурами что-то какая-то странная ностальгия меня только что ударил прям в область паха чего мне с одной стороны неприятно но с другой стороны я вроде и не против а еще тут есть арена на которой я могу подраться чтобы заработать дополнительные социальные поинты у орков так все ладно мне нравится здешняя боевка но только потому что она кривая и убийство челиков приносит если не эстетическое удовольствие то хотя бы рофлы с анимацией вражеских смертей и вот меня наконец-то допускают на личный разговор к местному ручьему губернатору по имени урок он в целом доволен нами и предлагает закрепить наше социальное положение в этом обществе путем выведения повстанческого скама из игры и даже допускает меня в темницу к схваченному паладину венцелю которого я в шутку буду называть вентиль мое имя венцел я паладин я не хочу знать кто ты такой сейчас у меня два выбора я могу помочь повстанцам то бишь поговорить с местным свинопасом но что такое никогда не видел как убирают свиное дерьмо который на деле не свинопас а член повстанцев я могу отдать им свертки с оружием и за компанию с паладином вырезать тут всех или же и честно говоря я немного обескуражен таким выбором мне охота по традиции помочь людям и сразиться против орков но орки мне не кажутся злыми они просто обычные работяги которые сделали то что умеют лучше всего захватили земли и сейчас заслуженно отдыхают параллельно пытаясь помочь к сардусу с его делами которые нам пока неизвестно да и к тому же они рофильные стоять стой и шагу дальше в городе капдун просто вонючая дыра ну уж лучше быть с моими братьями под ленгардом столицы вашего марионеточного короля чем стоять здесь на страже так что я пожалуй переложу этот груз ответственности на ваши плечи решайте на чью сторону мне лучше стать и по какому пути идти также если вам действительно понравился ролик игра вам выглядит интересной в чем я конечно не уверен то ставьте лайк если же тут будет много ваших луцков то я пойму что вы прекрасно осознаете на что идете дорогие мои ведь я ничем тогда кроме готики в ближайшее время заниматься не буду пока не пройду ее и кто знает сколько у нас роликов уйдет на эту игру может быть 5 а может быть и намного больше потому что если нырять в этот омут то по самую пипись макушку а пока что я могу лишь с вами попрощаться не забывайте заходить на мои страймы а также кидать заявки в нашу группу века которая скоро вполне может открыться и впустить эти тысячи работяг в нашу лагуну а потом снова закрыться ну про ссылочки на страницу vk и instagram тоже не забывать мкей на сегодня все мои дорогие друзья до скорых встреч пока